Девушки отдыхают Новенькое. Город живет и развивается, и у меня к нему особенное отношение. Люблю его. И мне не важно, что где-то он порой несуразный. Проблемы ведь есть везде. А вот атмосфера и ощущения, они внутри нас. И совсем не стены, фонтаны или площади делают наше настроение. А мы своими стереотипами или наоборот открытостью. Я, например, за открытость. Но в этом ролике речь пойдет не о самом Белгороде, а об отелях. Согласитесь, важная часть любого путешествия. Арт-отель. Название привлечет внимание любой творческой натуры. И я тоже не устояла. Расположение отличное. Рядом с железнодорожным вокзалом и в 15 минутах ходьбы от центральной площади. Персонал готов идти навстречу гостям. Мы явились за два часа до заселения, но, правда, это было оговорено заранее, когда бронировали номер. Оказалось, что наш Микеланджело, а в арт-отеле все комнаты в разном стиле, еще не был готов. Нам предложили Африку. Кстати, по цене он был даже дешевле. Ну, почему бы и не в Африке пожить? В этой гостинице очень интересное расположение номеров. Часть номеров находится в той части здания, другая половина номеров находится в этой части здания. И чтобы нам попасть в нашу Африку, нам нужно идти через крышу. Ну, собственно, в Африку попасть всегда было непросто. И вот мы идем просто по крыше, гуляем, можем посмотреть на город. От кого-то это могло бы смутить, но, мне кажется, достаточно интересный такой момент. Можно посмотреть на город сверху, такой дополнительный бонус к нашему номеру. Номер стандартный для стандартного. Небольшой, но чистый, с телевизором и кондиционером. Отель открылся в сентябре 2014 года, а эти номера похожи даже позже. Чувствовался запах новой мебели и свежего ремонта. Заметные мелкие недодумки. Например, нет никаких крючков для верхней одежды. А в шкафу двухместного номера всего лишь две вешалки и лишь одна для брюк. В ванной мы нашли гель для душа и шампунь. А вот за феном пришлось вернуться на ресепшн. Но такая практика существует во многих отелях. Например, в Праге мы вообще каждый раз туда-сюда носили этот нехитрый прибор. В душевой кабине плохо стекала вода, но проблему оперативно устранили. По нашей просьбе вызвали сантехников и все отремонтировали, пока мы гуляли. Так что из-за таких моментов не надо страдать, мучиться и злиться. Решается все просто. Гостиница явно не для ленивых. Завтраки входят в стоимость, но подают их в баре рядом с арт-отелем. Опять же, надо идти через улицу. Из Нилой, Светлой Африки мы перенеслись в такое, ну, не совсем утреннее место. Неожиданно, конечно. В стоимость включен завтрак, причем он проходит в необычном месте. Обычно в гостиницах это какой-то отдельный ресторанчик или кафе, а здесь нас отправили в бар. Причем бар самый настоящий, по утрам здесь, видимо, никого нет, кроме постояльца в гостинице. Конечно, никакого шведского стола. Выбрать предложили только напиток, чай или кофе. Не без интереса мы ждали, чем же нас будут тут кормить в этом баре. Нет, пиво с рыбой не подали. Принесли два сэндвича и глазунью. В общем, нормально, если вы едите яйца. А вот разнообразием бар не баловал. На следующее утро нас кормили тем же самым, только еще яичница у повара получилась неудачной. После завтрака в таком месте ощущение, как будто ты не выспался, а проснулся в гостинице и пошел покушать. А как будто ты всю ночь усил где-нибудь и вот сейчас выползаешь из этого бара, и сейчас начнется твое утро. Если подытожить, арт-отель нестандартная гостиница, конечно. Крыша, на которую любой гость может выйти, даже если живет не в нашем секторе, это плюс летом, но зимой я с трудом представляю. Например, надо на ресепшн за водой сходить. Надеваешь пальто, сапоги и топаешь. То же самое с завтраком. Летом, да, прошелся, размялся, проснулся, но зимой на любителя. В любом случае подняться туда стоит. По крыше можно ходить везде, поэтому здесь можно посмотреть на город и увидеть панораму в 360 градусов. Белгород окружают несколько загородных гостиниц и бас отдыха. Одна из моих любимых – Аркадия. Она в 20 километрах от железнодорожного вокзала. Добраться общественным транспортом туда нереально. Только на такси. Но зато прекрасное расположение на берегу водохранилища. Мы не снимали там номер. За неделю до нашей поездки все уже было занято. Так что если соберетесь, надо, наверное, пораньше бронировать. Белгородцы любят отмечать там свадьбы, юбилеи, дни рождения. В субботу в двух залах ресторана и в каждой беседке свой праздник. База Аркадия находится на Белгородском водохранилище. Здесь купаются люди, здесь одновременно проходят свадьбы, поэтому здесь можно увидеть как отдыхающих в купальниках, так и девушек в свадебных платьях. Территория довольно большая. Есть веревочный городок, какие-то арт-объекты, скульптуры, деревянные фигурки, в общем, всякие штуки для развлечений. Отдельно стоит сказать про ресторан. Мы с мужем были в Аркадии на двух свадьбах. Кухня, одним словом, вкуснота. Плюс на этой базе отдыха можно наслаждаться природой и дышать даже лечебным воздухом. Почему бы не совместить приятное с полезным? Окружает эту базу потрясающий сосновый лес. Здесь ощущается запах шишек и воздух здесь действительно лечебный.